Боже мой, какая тишина! Птички так, птички так где-то чирикают. Обалдеть! Сейчас какая-нибудь машина поедет, испортит всё. Я прям вышла и обомлела. Думаю, боже мой, что ж, как тихо-то! Слышно только, как кобы чавкает. Пришёл! Пришёл после своей ночной смены-то. Ну всё, поехали! Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! О! Техника пошла! Ну ладно, добрый день! Я кость поставила. Пойду завтракать. Посмотрите, какая бабочка! Боже мой, кого тут только нет! Вот такая, встретила меня с утра на стене. Вот, а я вот занимаюсь, делаю вот такую коробочку. Ну, понятно, это ещё полуфабрикат. Вот сейчас начну украшать её. Вот ручечка будет на крышечке. Вот. Ну, как сделаю, я вам покажу в отдельном видео. Вот такая вот будет красота. Ещё у меня два гриба растут. Что-то меня по грибам понесло. Ну, думаю, ну что, мухоморы есть, надо и нормальные же грибы, правда. И украшения делаю, и, во всём... А, ещё ведёрочка делаю. В общем, делаю. Вот, понадобились мне красивые пуговики для коробочки. Сунулась я. И вот, на тебе. Всегда считала, что у меня пуговиц много. Я их в Мурманске покупала банками полулитровыми. Ну, а в результате... Делала же что-то бусинами. Декорировала. И в результате вот тебе пятилитровая банка. А бусин-то уже и нету. Чтобы она была плоская. И интересная. С рельефом. Этих-то и то уже мало. Так что, мои золотые, вы меня когда спрашиваете, а что вам прислать? Ой, я всё время говорю, мне нужно всё. Вплоть вот... Вплоть до пуговиц. Ну, простых, гладких у меня навалом тут. А вот, чтобы они были интересные. Ну, вот. Ну, хотя бы вот такие. Чтобы их покрасить и было видно фактуру. Таких уже и нету. Все ушли. Ой, не могу налюбоваться. Какая прелесть. Цветущие кактусы. Маки привычнее, конечно. Петуньи, розы. Всё это привычное. А кактусы другое дело. Вот так вот. Толик меня поздравил с Днём блогера. А я и знать не знаю. Так что поздравляю всех блогеров с нашим праздником. Удачи всем успехов. Удачи всем успехов. Процветания. Вот открылся на цыганском рынке новый магазин фельджан с посудой. Ну, есть интересные вещи. Ну, есть интересные вещи. Красивые. Есть такие прям вот, ну, чисто, как сказать-то, этнические. Ну, татарские. Чего там крутить-то? Вот. Но цены... Потому что попадались мне некоторые вещи в других магазинах. Ну, просто на порядок выше тут. Дорогой слишком. О, какие плавают. Хусатые. О, какие. Ой, какие. Взяли что-нибудь про запас клади пурточку? Ну, вот. Наваяла вот такую красоту. Ну, вот. Тут кристаллики. Видите? Они такие черные и переливаются. Бусинки, фурнитура. Вот. И силикон. Силикон, каучук. Кто как называет. Вот. По 4 миллиметра. Потоньше, да. Не такой толстый, как у меня был. Такой потоньше. Очень приятный. Два рядика. Такая вот получилась красота. Ну, во-первых, они, конечно, тяжелые, эти бусины. Тяжелые. Поэтому за счет каучука облегчается. Вот. Это они так лежат на... А так они под весом, они оттянутся понемножку. Мемори проволока с памятью. В общем, вот такая вот... Такое розовое очарование. Что у нас происходит, мои дорогие? Происходит у нас очередной ремонт шланга. Уже ремонтируют его, конечно. Да что ты! Нечего. Ну, как-то не готова я покупать сейчас шланг новый. Поэтому приходится... Да что ты! Приходится ремонтировать. Резать надо. Я когда изгибался тут в этом месте. Да что ты, Господи! Ну-ка. Я этим не опряжу. Да изгибался, что весь порвался. Вот. Для тех, кто живет в квартирах и никогда этим не занимался, вот продаются вот такие штучки. Да что-то она уже ломается. Надо ее туда засунуть. Потом в другой стороны засунуть. И вот этими вот колечками закрепить. Но так как на камеру у меня никогда ничего не получается, то сейчас я... Вот мне надо три штуки таких вставить. Сейчас я сделаю. Потом вам покажу. Ну, вот так вот это происходит. Вот натянула. Тяжело натягивается. И сейчас мы ее закрутим. Потом с другой стороны. Да, жизнь в доме – это не жизнь в квартире. Ну, давай уже. Так. Что делать? Делать-то надо. Так. Ну, вот. Пойдем дальше. Вечером выходишь, тишина, цикады трещат. Идешь и пахнет розами. Прям... Прям пахнет. Никак розы не обрежу. Времени не хватает. Один сидит. Он какая-то рыжая. Конь гуляет. Пришлось чуть не сесть на дорогу, чтобы его видно было. Время десять минут девятого. А еще, видите, еще и не садится. Июнь. Скоро будут вообще самые короткие ночи. Он бегает вообще непривязанный. А если вот так убежит? Ходит сам по себе. Не знаю, видно вам, нет? Как-то близко-то я боюсь к нему подходить. Конечно, может, он, конечно, и добрый, и хороший. Но все-таки животное незнакомое. Дорога на Оленивку. Плохо без машины. Не съездить. Интересно бы посмотреть, что ж там такое понастроили, что аж дорогу такую сделали туда. И до сих пор все техника ездит, ездит. Ну что, рыбки мои? Вот еще один день прошел. Господи, так и жизнь утекает, вот как вода между пальцев, да? Просто. Ну а что делать? Ничего не поделаешь. Вечных людей не бывает. Так что будем радоваться каждому дню. Ой, кто это? Кто это? Коба. Прошел по ногам. И пошел. О, надо эту... Уже тут высохшая трава, что, видите, мне косил. Надо ее убрать. Господи, все отвлекают меня. Ну, что это такое? Что-то ведь... Что-то ведь хотела сказать. Ну все. Отовлекли и улетела из головы. Ой, голова такая. Легкая. Ничего мне не задерживается. Ой. Ладно, лапочки мои. Машин просто, блин. Как... Ну, во все стороны. Туда-сюда, туда-сюда. Но поговорить не дают. Ладно. Хорошего вечера вам. Спокойной ночи. Пусть все будет хорошо. Спасибо вам. Что смотрите меня, что комментарии пишите. Спасибо. Спасибо. Не болейте. И не грустите. Я сама, правда, грущу много. Но беру камеру в руки и как-то... И как-то... Вроде все нормально. Хороший стимул для жизни. Снимать видео. Оно тебя как-то в кучу собирает. Пришел опять. Да не бойся-то. Это он меня домой так зовет. Ладно, мои хорошие. Спокойной ночи. Эти машины не дадут поговорить. Всем добра. Всем всего-всего хорошего. Ну и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok